а моя кухня твой кухня спасибо готовы они мягенькие ну что друзья сегодня мы продолжаем готовить гелеля и это директор московского гелеля сам марк жилин все не решил с нами подготовить вот всем здравствуйте добро пожаловать на наш youtube канал сегодня мы с юрой вообще-то наш канал да все наше в общем мы же несем ответственно труда друга сегодня мы будем готовить очень простое мне даже язык не поворачивать назвать это блюдом да он такую значит закуску под царь вот под кофе смотря кому как больше нравится будем готовить такие ближневосточные пирожки которые называются бурекасы эти пирожки готовятся с различными начинками из слоеного теста вот и происхождение их скорее всего откуда-то ближнего востока как всегда вот бурек бурекас чебурек вот все вот это очень родственное блюдо и готовятся они примерно потому по той же самой технологии вот мы с марком заранее отварили картошечку мы варили в мундире вообще можно просто отварить картошку как как удобно да мы варили именно в мундирах так вкуснее быстрее проще вот что мы будем делать мы будем ее толочь марк толчешь конечно конечно марк достал мне когда я произвел если гелили толпушка он доставал вот это поэтому толочен будет ну что есть потом буду толочь я вот что еще начнем вот так вот хорошо справляется хорошо издревле издревле у нас с юрцом всегда была очень очень удачная комбинация когда мы вместе что-то готовим я делаю ровно то что мне говорит делать юрец все что не нужно делать я не делаю поэтому сегодня в нашем шоу я буду либо что-то делать то что юрец говорит либо будешь говорить либо буду делать ничего до перес до какой консистенции надо нам нужна такая хорошая толченка не надо чтобы она была однородная не делаем картофельное пюре то есть мы делали пюре я достался сито начал протирать вот это вот чтобы она была гладкая нам нужно чтобы хорошая такая пюрешечка которому с которым удобно работать с пирожками вот мы еще будем делать ее более вкусной благодаря зелени которую я уже мелко порубил и еще я хочу как всегда ну какое еврейское блюдо без лука я всегда говорил что в еврейское блюдо сюда идет лук а почему кстати почему хороший вопрос потому что во первых я продолжаю делать да 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 проминаю разминать и чтоб как раз еще зелень перемешалась делай вот почему когда говорю с тобой начинаю плохо говорить по-русски не подскажешь не знаю я прекрасно говорю по-русски хоть и с детства мне вот папа и бабушка такие такую такую поговорку меня учили про зелень значит она на азербайджанском называется зелень мелень кирсала будет все ум бешмала ну то есть достаток будет большой в жизни поэтому на самом деле я извини что я перебью да вообще во многих культурах зелень она не просто ценится это вообще один из самых дорогих ингредиентов помимо всей его пользы как сказать которую она объективна для организма еще конкретно она очень дорогая нам обычно зелень покупаем каким маленькими пучками 20 30-50 грамм а если перевести в килограмм то мясо отдыхает я вам серьезно говорю ну на футите килограмм кинзы или килограмм петрушки стоит 400 рублей минимум ну вот пустите в рынок большой продуктовый где много вкусных продуктов где я часто бываю закупаю там вот смотри марк что мы еще с тобой сделаем мы сюда добавим отлично уже хорошо тогда покажем на камеру что у нас получилось какой марк молодец вообще подписывайтесь на марка instagram вот тут подписывайтесь на наш канал instagram вот тут вот тут еще можно вот короче чем один мы добавляем на соль хорошо так солен перемешать возьми ложечку размешай и смотрите почему ты спросил почему почему у клуб да потому что дешевый продукт который растет везде в любом климате и а евреи вопреки стереотип не всегда были богаты поэтому если мы возьмем пошел на рыбу форшмак везде есть лук чтобы увеличить объем продукта это раз авто их чтобы стать здоровыми просто в луке много всяких полезных веществ которые увеличивают улучшают здоровье вот как ты сам уже сказал зелень и лук что мы делаем дальше давай перемешал соль я хочу сейчас нарезать лучок найти чем мы делаем мы отрезаем вверх мы отрезаем вниз сейчас мы с максом будем учиться резать прям в режиме реального времени мы покажем что реально научиться резать правильно значит смотрите я разрезаю луковицу это твоя это моя так свои малиновки делили вот берем верхнюю рубашечку снимаем ее аккуратненько поддеваем пальчиком и снимаем полностью верхнюю рубашку пленочку тоже снимаем это на бульон отправляем в морозилочку выкидывали я почти поверил ну я на самом деле дома и в шахшусе мы всегда отправляли на бульон что мы делаем дальше ножом кончиком мы делаем надрезики так не дорезая до конца большой пальчик держим сзади четыре пальчика спереди я никогда не резался но опасная фраза марта но эта фраза опасна в контексте пребывания рядом с тобой да есть там это история поэтому я не повернулся да ты молодец так нас короче с марком есть история мы снимались в одном телевизионном шоу не надо гуглить его не надо искать вот я ко мне подходит ведущий такой я буду резко расскажи да и там значит в одном из конкурсов нужно было разделать курицу и юрист такой вода это легко типа я сто раз разделывал курицу и ни разу не резался и вот на 4 до раздел это ту самую курицу а я не мог мог там помогать именно физически в этом конкурсе я мог только подсказывать хотя что я могу подсказывать юрцу и я смотрю там такая большая вот эта столешница я смотрю весь стол начинает становиться красным я груди лета почему на стол красный или это круг поднимает ну естественно рубанулся просто ровно на прайде ведущего вы правда никогда не режете мне никогда не режете просто вообще вот но мы сегодня будем аккуратны сейчас я как я не буду вполне долги смотри что мы делаем дальше я сейчас тебе на это начну показывать давай делаем надрезы вдоль чтобы кубики получались меньше и и теперь ставим нож на носик то пяточка не высоко делаем вниз не по таку так резаком как как бумагу режешь нам на постаблитах моих любимых давно не делал это уже работает большой пальчик назад прячь и проталкиваем лук вперед я пока поставлю сковородку на огнище видишь лук шипит так вот это значит что масло готово поэтому берем и весь лучок наш отправляем на сковородку давай я пока займусь луком у нас красиво будет жариться так а ты знаешь чем займись нет возьми сырочек взял и всю пачку на 3 на тёрке можешь использовать либо крупную всю пачку мсс ну ты скажи вообще бурекас можно хоть как-то ассоциировать с какой-то еврейской значит традиции или все-таки это такое какое-то общее смотри ближневосточное нечто я думаю что да то можно конечно потому что когда евреи начали приезжать в израиль то есть начали смешиваться культуры аж киназы марокканцы сефарды вот это все превратилось в одну общую большую кухню да вот и кто-то привез вот эти вот пирожки скорее всего с марокко мне так кажется можно могу конечно ошибаться а вот и эти пирожки понравились потому что они вкусные и удобные всегда можно взять с собой вот они приятные такие вот каким-то израильскими специями зачастую вот и самое главное что мы сейчас делаем такую свою давно начинку в израиль можно встретить и с мясом и с сырами и вот мы с вами с тобой делаем с картофелем причем они все отличаются по форме да то есть какие-то треугольные какие-то круглые квадратные и в израиле для чего это чтобы соблюдать кашрут да то есть чтобы не перепутать мимо молочное мясное вот и ну то есть если увидел круглая наверное молочка да да треугольное скорее всего мясо вот но мы сегодня будем делать картошкой треугольный потому что у нас один видит сыром картошка картошками сыром да извините пожалуйста ой передразнил да ну вот так лучок перемешали не забываем про него и да мы делаем картошкой сыром что вполне себе прикольно приятно интересно да тепленькая картошечка желтенькая у нас такая зеленью сыр вот мы сейчас еще можно добавить каких-нибудь специй придумаем каких ну что лучок обжарили марк добавил сюда сыр я добавляю сюда лук ну прям отлично прожариваешь он по-моему с красненький сладенький вот все теперь уже вот этой ложечки замешаем последний разочек о сыр стал расплавился стало гораздо тяжелее мешать вымешивать на бабушку на кухне говорила мы не мешаем мы вымешиваем кто мешает то убьют вот но все на самом деле можем приступать к следующему этапу что мы будем делать мы было вот сейчас тестом и формовать наши пирожки мы с тобой завершили приготовление начинки и теперь мы будем работать непосредственно с тестом сразу подпыляем наш стол мы его помыли перед этим правда да все было все очень чисто вот что делаем тесто у нас расставила надеюсь что они не перестояло нужно подрисовать на полетка бывает огня супер надо так раз и два мы делаем простую вещь добываем скалку благо делили их много прошу и раскатываем не сильно придавливая наше тесто от центра вперед и от центра назад не сильно дави прям вот как 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 пойдет так пойдет почему не сильно потому что это слоеное тесто да если мы будем сильно давить то она сожмется как бы и будет но не такое воздушное потом в итоге вот теперь смотри можно в край края раскатывать тоже от серединке влево влево право 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 аккуратненько да вот тут потрогай пальцами в центре много на краях мало вот вот прям от центра вот сюда оттащить на столе не резать не царапать его перекладываем все на досточку и вырезаем вот такие вот прямоугольнички на речи мы делаем дальше так чем прикол в чем пирку пирку берем картошечку выкладываем ее в основании пирожка нашу вот так да я отрезаю прямоугольник на столе давай вот этот тип кусочек тесно ли потом вот этот давай ну чтобы просто и смотри вот тут сейчас прям надо крупно снимать вот мы берем море в чем в чем в секрет бурекасов да почему они такие слоеные пышненькие берем за уголочек перевернули сделали треугольничек и тут закрепили понял понял теперь за этот уголочек раз и вот в эту сторону раз и закрепили и третий разочек можно можно делать можно не делать как хочется чуть-чуть поджали и вот эту часть аккуратно марка 8 метки еврейские блюда готовят вообще у нас нет семье традиционных еврейских блюд но я из кавказской семье у нас нормальная сытная еда горский что нет я не горский абсолютно просто сказать но это поможет на кухню горских евреев или нет или классическая кухня горских евреев это же как бы а просто обычная так сказать кавказская кухня с использованием кашрута и не все шашлыки не мыши так значит сейчас я что делать давай чуть-чуть убавим прям чуть-чуть а можно с ними с ними чуть-чуть да так убрал вот поставил поставил вот и аккуратно вот сюда а вот так то полоска тоньше получилось мы сделаем их меньше но из них мы сделаем 2 этого да вот так смотри уголочек вот сюда вот так сделал так и краешки вот сюда прям так теперь я делаю вот этот сюда наверх а вот так делал чтобы ровно треугольничек получился да то есть такой как секретики девочки в школе делали знаешь ну я не знаю я посмотрю мы на фрезерном станке работали а потом когда заканчивался урок труда будет а девочки в это время макароны делали варили вот потом девочки звали нас на макароны и это было очень невкусно шам все сырые мы работали на токарном станке так я еще раз заворачиваю или хватит ты сколько два бороться раз два три три все отрезай вот по этой линии аккуратнете на одном покажу вот аккуратно снял излишки и покрываешь наш бурек стараемся чтобы на противень ничего не попало потому что иначе будет не очень хороший запах отправляемся это в духовочку ура прошлом году когда значит многие мероприятия к сожалению отменились из-за тяжелой ситуации с коронавирусом мы во время вот этой ханукальной восьмидневки мы делали такие мелкие мероприятия один из таких дней было когда мы готовили в гелеле пончики и бурекасы кстати и если пончики у нас еще удавалось быстро приготавливать во фритюре то значит то бурекасы нужно было естественно спекать вот в этой самой печке она какой-то момент мы поняли что она просто не справляется и что там было с током и тогда я придумал такой легкий лайфхак он немножко как бы виды видоизменил вот внешнюю структуру тесто этих самых бурекасов я просто кидал вот эти начать треугольнички в кастрюлю с кипящим маслом и они получались менее как бы нужно с вообще не запеченные они получались такие более фритюрные как как наггетсы что ли но это было гораздо быстрее и также да и это было очень помог по ханукальному потому что в хануку принято есть что-то что приготовлено на масле потому что ханука посвящена историю чудесному чудесному эпизоду когда одного маленького кувшинчика с маслом хватило для того чтобы ханукальная минора горела 8 дней эти восемь дней как раз требовались коином для приготовления новой партии кошерного масла ну что друзья вот так вот мы с марком классно приготовили бурекасы спасибо вам за внимание став пишите комментарии подписывайтесь на канал всем вкусных бурекасов и пока до скорых встреч пока до скорых встреч да да Субтитры подогнал «Симон»